Свежие новости в сфере недвижимости Первое. Для взыскания пений в жилищной сфере ставку ЦБ заморозил до 1 января 2023 года на уровне 9,5% годовых Второе. Две трети россиян, а это ни много ни мало 66%, рассматривают возможность покупки новой квартиры, несмотря на сложную экономическую ситуацию Такой опрос провел Росгострах Третье. Уточнять старые земельные границы теперь не нужно Далее подробнее на эту тему Ранее гражданам говорили, если вы хотите определить границы, вы должны доказать, что они существуют на местности 15 более лет Как это доказать? Все сидели в судах и спорили с соседями Закон сказал, ничего доказывать не надо Идите к кадастровому инженеру, он сделает межевой план и вносим границы в реестр Таким образом мы ушли от тяжелой процедуры доказывания 15-летних границ И еще по теме. С 1 сентября вступает в силу закон, продлевающий дачную амнистию до 2031 года Теперь такие права у граждан, как ранее возникшее право постоянного бессрочного пользования и пожизненного наследованного владения, в силу закона признаются собственностью Важно, что подачной амнистией стать собственником старых участков могут не только граждане, которым они в советские годы предоставлялись, но и их наследники Для этого нужно лишь вступить в права наследования по закону Идем дальше Четвертое. Сбер вернул скидку 0,3% при электронной регистрации сделок по льготной ипотеке Теперь ставка составляет 8,7% Напомню, льготная ипотека по программе Господдержка действует при покупке квартиры в новостройке, ИЖС и готового жилого дома на первичном рынке Следующее. Про аренду и налоги Министерство финансов напомнило, граждане, получающие доход от сдачи в аренду нежилого помещения, обязаны платить не только НДФЛ, но и НДС А это дополнительные 20% от арендной платы в доход государства По мнению ведомства, даже если гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, платить НДС он все равно обязан Поскольку сдача в аренду нежилого помещения отвечает всем признакам предпринимательской деятельности Как показывает практика Верховного суда, он разделяет позицию Минфина Так, с гражданина, сдавшего в аренду аптечной организации коммерческое помещение, взыскали 2,5 млн. рублей недоимки по НДС С учетом пений и штрафов Верховный суд оставил все в силе, подтвердив, что систематическое получение арендной платы свидетельствует о фактическом занятии предпринимательской деятельностью А по закону это не снимает гражданина ответственность за все последствия такой деятельности Даже при том, что он не зарегистрирован в качестве ИП Подчеркну, что практика начисления НДС распространяется только на аренду коммерческой недвижимости Что касается найма жилых помещений, то подобных решений, то есть признания факта предпринимательской деятельности за сдачу в аренду одного объекта недвижимости на уровне Верховного суда пока нет Заказать сопровождение сделки или проверку чистоты объекта перед покупкой Вы можете по ссылкам в описании в профиле или описании к видео С вами был юрист Евгений Корсакин Пересылайте это видео своим знакомым И до новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok